Отлично, дорогие коллеги, может быть на самом деле и хорошо, что у нас получилась вот такая вот смена презентаций, потому что моя презентация скорее будет освещать достаточно глубокие фундаментальные аспекты роли микробиота в канцерогенезе, и потом мы уже перейдем, соответственно, к работам более приближенным к клинике. Говорить о микробиоте, не говоря о опухолевом микроокружении и конкретно о тех клетках, которыми я занимаюсь последние 23 года, о макрофагах, и не говорить о воспалении, я считаю неправильным. Поэтому я решил начать вот с этого графика, который показывает изменение функциональных, кинетику изменения функциональных состояний макрофагов в процессе воспалительной реакции. И на самом деле уже когда мы начали эту работу, когда мы изучали чисто воспаление, основным индуктором вот этого самого изменения функциональных состояний макрофагов, собственно, были патогены или повреждения. Ну это как бы классический вариант воспалительной реакции. Мы повреждаем кожу, начинается воспаление, появляются макрофаги первого типа, которые уничтожают патоген, инициируют воспаление. И дальше, после того, как оно перестает быть необходимым, эти макрофаги изменяются в макрофаге второго типа, или привлекают моноциты, которые дифференцируются в макрофаге второго типа, и вся эта система возвращается в состояние нормы, в состояние гомеостаза. Это показано как такая единичная синусоида, но более дробный анализ вот этого процесса, он показывает нам, что, собственно говоря, мы не имеем здесь вот такой плавной замечательной кривой, пошла вверх, пошла вниз, а мы имеем осцилляции, которые увеличивают амплитуду и потом затухают, причем затухают они все-таки в состоянии гомеостаза. Но если происходит нарушение, они затухают на более высоком или на более низком уровне, то мы имеем хроническую патологию или фиброз, и в случае хронического воспаления мы имеем замечательную возможность получить развитие опухоли. Собственно, роль воспаления в развитии опухоли достаточно хорошо изученный процесс, достаточно хорошо изученное явление. Есть несколько вариантов отображения этого явления графических. Ну вот я здесь взял эту иллюстрацию из журнала Immunity на примере эпителиальных опухолей. Здесь как раз сравнивается воспаление, приводящее к развитию опухоли и воспаление, приводящее к восстановлению нормального состояния. Основное различие, которое авторы здесь предполагают, это наличие некого онкогенного события, которое использует микроорганизмы уже для развития непосредственно того воспаления, которое приводит к развитию опухоли. Но основные игроки при этом в данном процессе остаются те же самые. Остаются клетки врожденного иммунитета, макрофаги, моноциты, дендритные клетки, воспалительные цитокины, воспалительные медиаторы. Но здесь рассматривается действительно как основное это вот это самое онкогенное событие. На мой взгляд, здесь, возможно, нарушена в какой-то степени последовательность событий. Микробы в сайте воспаления точно так же способны приводить к возникновению этих онкогенных событий за счет производства активных форм кислорода или воспалительных медиаторов, которые повреждают ДНК. И, собственно, на выходе мы имеем сначала воспаление и только потом онкогенное событие. Опухолевое микроокружение. Я очень долго показывал этот слайд без вот этой части. И здесь процитирую Михаила Ивановича Давыдова, который на одном из больших ученых советов задал мне вопрос. Это было где-то в районе 2010 или 2012 года. Вы говорите про макрофаги, ассоциированные с опухолью. А выполняют ли они в опухоли свою нормальную функцию, то есть реакцию на патоген. Бактериальный или какой бы то ни было другой. И я с неким удивлением задал встречный вопрос, неужели в опухоли есть бактерии. На тот момент для меня это было неочевидно, но Михаил Иванович подтвердил, что бактерии там действительно есть. И, собственно, с этого вопроса и началась достаточно большая исследовательская работа, посвященная изучению опухолевой стромы с учетом, с достаточно серьезным упором на исследование микробиоты этой опухолевой стромы. Ну, еще раз повторюсь быстро, опухолевая строма – это сложная композиция неопухолевых клеток. И теперь также неотъемлемой частью опухолевой стромы считаются вирусы, бактерии, археи, протисты, грибы. Ну, все, что можно в опухоли найти в зависимости от ее локализации. Все эти компоненты находятся в постоянном взаимодействии между собой и с опухолевыми клетками. Они способны влиять на организм в целом, они привлекают новые клетки иммунной системы и программируют их под свои нужды. В общем, это весьма сложный многокомпонентный процесс, в очень большой степени зависящий также и от типа опухоли. Каким образом микроорганизмы, опухолевые стромы взаимодействуют с опухолью и вносят свой вклад в ее развитие. Также иллюстрация из одной из недавних статей. Компоненты бактериальные, микробиологические компоненты опухолевые стромы, они способны как напрямую взаимодействовать с рецепторами на опухолевых либо эпителиальных клетках. Они производят растворимые факторы самой разной природы, которые также воздействуют на эпителиальные и на опухолевые клетки. Они производят токсины, способные повреждать нормальные клетки и влиять на опухолевые клетки и также приводить к повреждениям генома. Но то, на чем мы концентрировались в первую очередь, это взаимодействие с иммунными клетками, потому что это, наверное, наиболее яркое взаимодействие. Хотя, как будет видно по ходу доклада, опухолевые клетки приобретают также определенные черты иммунных клеток, макрофагов, экспрессируют их маркеры, рецепторы. То есть возможен также и прямой эффект бактериальных компонентов на опухолевые клетки. Теперь покажу вот эту иллюстрацию. Ну, те, кто слышал мои доклады, наверное, видели эту картинку не раз. Макрофаги, ассоциированные с опухолью. Несмотря на то, что объем знаний о макрофагах, ассоциированных с опухолью, вырос за последние 20 лет, вот эта концепция все еще сохраняет актуальность. То есть, большей частью в литературе вы увидите следующее мнение. В литературе имеются макрофаги второго типа активации, это прототип макрофагов, ассоциированных с опухолью. Они осуществляют иммуносупрессивную функцию, поддерживают рост опухоли и в целом поддерживают ее прогрессию, участвуют в метастазировании и так далее. При этом классически активированные макрофаги или макрофаги первого типа, которые дифференцируются, получаются в частности в результате активации бактериальными продуктами, они имеют ярко выраженную противоопухолю активность и однозначно приводят к уничтожению опухоли. Красивая концепция, подтверждаемая на многочисленных экспериментальных системах и приведшая к взрывообразному росту попыток использовать макрофаги при лечении опухоли. Эти стратегии включают в себя уничтожение макрофагов, ассоциированных с опухолью, пожалуй, что до сих пор наиболее эффективные как дополнительные методы лечения. Блокировка привлечения новых моноцитов, которые дифференцируются в макрофаге, тоже показывающие определенные успехи. И наиболее объемная, обширная область – это попытки перепрограммировать макрофаги из макрофага второго типа в макрофаге первого типа. И, как это ни странно звучит, вот эти попытки предпринимаются с 90-х годов прошлого века, и никаких ярких результатов, которые могли бы свершить революцию в области лечения онфологических заболеваний, мы, к сожалению, пока не наблюдаем. Почему это происходит? Собственно говоря, дальнейшая наша работа, сейчас я расскажу уже о нашей экспериментальной работе, она в определенной степени объясняет, почему это происходит, и не без участия микробиома. Когда мы занялись изучением микробиома, мы изучали его, естественно, вместе с изучением характеристик опухолевой стромы, причем мы постарались охватить как можно больше маркеров макрофагов первого типа, второго смешанного фенотипа, Т-клетки, Б-клетки, эндотелиальные клетки, мы смотрели на нейтрофилы, в общей сложности 15 маркеров и более в зависимости от конкретной нозологии. И параллельно с этим на тех же образцах был исследован микробиом, традиционный способ исследования микробиома, выделение ДНК из опухолевого материала, секвенирование гена 16С, после чего токсономическая идентификация, ну и дальше анализ, обнаружив анализ с ассоциацией с прогнозом и возможных корреляций с параметрами опухолевой стромы. Сначала по стромальным маркерам. Я показываю только те, которые дали нам определенную ассоциацию с прогнозом. На примере стромы опухолей легкого, немелкоклеточный рак легкого, два маркера показали интересную корреляцию. В принципе, согласующийся с литературой это ПЮ-1, транскрипционный фактор, специфичный для макрофагов, который в случае плоскоклеточного рака показывает плохой прогноз при высокой экспрессии, то есть чем больше макрофагов, тем хуже прогноз заболевания. В случае аденокарциномы ситуация была обратная. И CD163 это маркер макрофага второго типа, традиционно считающийся маркером макрофага второго типа, также экспрессируемый на моноцитах. Здесь ситуация аналогичная ПЮ-1, плоскоклеточный рак легкого, плохой прогноз при большом количестве CD163 положительных клеток. Но в случае аденокарциномы никакой ассоциации не наблюдалось. Несмотря на то, что дальше мы также исследовали маркеры, которые экспрессируются в макрофаге, мы их обнаружили в опухолевых клетках, несколько неожиданно для нас, в частности индуцируемую иносинтазу, это маркер макрофагов первого типа, но в макрофагах мы ее практически не нашли, нашли и в опухолевых клетках. И здесь переляция была обратная, то есть чем больше индуцируемой иносинтазы мы видим в опухолевых клетках, тем лучше прогноз заболевания, причем как для плоскоклеточного рака, так и для аденокарцинома. Еще для двух маркеров, также маркеров воспалительных макрофагов, но экспрессируемых в опухолевых клетках, мы видим аналогичную картину. Далее в этих же образцах, также в парных образцах опухоль норма мы изучили микробиом, и первое, что анализируется в такой ситуации, это так называемое альфа-разнообразие микробиома, то есть количество токсономических единиц и их сбалансированность. Ну вот на этих барах вы видите, каждым цветом выделен либо род, ну выделен род микроорганизмов, и соответственно размер этого бара, это их процентное соотношение внутри общего микробиома. Здесь мы не увидели никаких статистически достоверных различий между опухолью и нормой, и следующим этапом уже изучали непосредственно токсономический состав и его корреляцию с характеристиками опухолевой стромы, и обнаружили, что токсономический состав микробиома зависит от фенотипа, в этом случае опухолевых клеток, но, опять же, еще раз повторюсь, это макрофагальный маркер, экспрессируемый в опухолевых клетках. Так, при большом количестве бактерий в опухолях с повышенной экспрессией индуцируемой иной синтаза мы наблюдаем большее разнообразие микробиома, микробиоты. Также мы обнаружили один, правда, один единственный род, который статистически достоверно различался между образцами с низким уровнем экспрессии индуцируемой иной синтазой и высокой, это пропионий бактериум, тоже подтверждается данными литературы. Корреляция бактериальной нагрузки, общей бактериальной нагрузки с астромальными маркерами также дала нам интересный результат. Опухоли с высоким содержанием индуцируемой иной синтазы и ФОКС-П3 положительных клеток, регуляторных Т-клеток, для них была характерна более высокая бактериальная нагрузка. То есть, если в случае индуцируемой иной синтазы это понятно, здесь бактерии могут активировать ее экспрессию, то повышенное количество регуляторных Т-клеток – это скорее обратная ситуация, у нас подавлен иммунитет, и бактерии имеют возможность размножаться. Комплексный анализ микробиома и фенотипа опухолевой стромы легкого, собственно, подтвердил то утверждение, которое было на предыдущем слайде. Хороший прогноз заболевания у нас наблюдается при высокой экспрессии индуцируемой иной синтазы и высокой бактериальной нагрузкой. И самый плохой прогноз у нас наблюдается в случае высокой экспрессии ФОКС-П3 и высокой бактериальной нагрузки. То есть, наличие бактерий, наличие воспаления и подавления воспалительного ответа Т-клетками регуляторными – это плохой прогноз заболевания. На следующем этапе мы изучили другой тип опухолей. В этом случае это опухоли пищевода. Мы выбрали опухоли пищевода, исходя из того, что опухоли различных органов ЖКТ, как правило, отличаются диаметрально противоположно по роли своей стромы от опухолей других органов. Действительно, здесь мы наблюдаем определенную корреляцию повышенного количества макрофагов в общем и макрофагов второго типа, в частности, с более лучшим прогнозом заболевания. Также регуляторные Т-клетки в большом количестве также указывают на хороший прогноз заболевания. Анализ микробиома нам выдал аналогичные результаты, то есть альфа-разнообразие между опухолей и нормой также не дал нам статистически значимых результатов, хотя тенденция была противоположна тенденции, которую мы наблюдали в случае опухоли легкого. Токсономический состав в зависимости от характеристик стромы сильно не различался, но изучение корреляции между маркерами опухолевой стромы и общей бактериальной нагрузкой дал такой же результат, как и в случае рака легкого, с той только разницей, что вместо FOXP3, как указание на подавленный иммунный ответ, у нас была корреляция с маркером CD206, это маркер макрофагов, макрофагов второго типа. Также чем больше макрофагов и чем выше уровень экспрессии в опухолевых клетках, тем больше уровень экспрессии инос в опухолевых клетках, тем выше бактериальная нагрузка. Комплексный анализ также аналогичен тому, что мы, прошу прощения, противоположен тому, что мы наблюдали в случае опухоли легкого, то есть повышенная экспрессия инос с высокой бактериальной нагрузкой у нас показывала хороший прогноз, а повышенная экспрессия макрофагов второго типа, CD206 на макрофагов второго типа с высокой бактериальной нагрузкой, соответственно, плохой прогноз заболевания. Таким образом, мы здесь видим некую общую картину, что большое количество бактерий может служить очень интересным прогностическим фактором, в том случае, если рассматривается в комплексе с характеристиками опухолевой стромы, то есть экспрессии индуцируемой иносинтазы при большом количестве бактерий это признак хорошего прогноза, а в случае иммуносупрессии высокое количество бактерий это маркер плохого прогноза. Возвращаюсь к вот этой картине с макрофагами первого и второго типа, и возникает логичный вопрос. Собственно, если мы имеем бактерии внутри опухолевой стромы, и мы имеем макрофаги, и мы имеем экспрессию маркеров макрофагов первого типа, то почему мы не видим уничтожение опухоли? И действительно ли вот это правда то, что считается некой догмой на сегодняшний день? В литературе имеются данные, которые указывают на то, что наличие незначительного, небольшого количества бактерий в опухолевой строме, которые способны влиять на макрофаги, совершенно не обязательно приводит к эффективному противоопухолевому ответу. Коротко я опишу вот эту часть. Мы подтвердили, опять же, литературные данные, что стимуляция макрофагов низкими концентрациями бактериальных продуктов способна привести к ситуации, когда они теряют способность отвечать на бактериальные продукты как таковые. Это так называемый фенотип толерантности макрофагов, и он может в очень большой степени объяснять неудачи использования макрофагов, попыток перепрограммирования макрофагов внутри опухоли. То есть они постоянно видят бактерии, мы пытаемся стимулировать их к взрывообразному ответу и не получаем оного, потому что они уже утратили свою способность отвечать на этот стимул. То, что представлено в нижней части слайда, это более интересное явление. Мы предположили, что цитоксические макрофаги, макрофаги первого типа, способны приводить к формированию опухолевых клеток, которые к этой активности устойчивы. В такой ситуации, естественно, стимуляция или превращение М2 внутри опухоли в М1 не будет иметь эффекта, так как опухолевые клетки, по всей видимости, уже устойчивы. Для этих целей мы разработали экспериментальную систему, которая позволяет нам в результате сокультивирования опухолевых клеток и цитоксических макрофагов получать устойчивые клетки. Мы проводим несколько раундов вот такого вот сокультивирования. В итоге получаем опухолевые клетки, которые уже не отвечают, не реагируют на цитоксические макрофаги. Полученные клетки различаются по своим ростовым характеристикам, то есть это мы делали на клеточной линии H1975, не мелкоклеточный рак легкого. Полученные отобранные клетки, они растут значительно быстрее, чем исходные. И что еще более интересно, мы проверили, насколько эти клетки растут в мышах в формате перевиваемой опухоли и обнаружили, что клетки, отобранные при помощи макрофагов, стимулированных LPS, дают значительно более крупные опухоли с некрозами внутри и в принципе, что указывает на более высокий злокачественный потенциал полученных клеток. Таким образом, какой вывод можно сделать из вот этой вот проделанной нами работы? Тот микробиом, который присутствует внутри опухоли, с одной стороны, поддерживая воспаление, он может внести свой вклад в инициацию опухоли, но это как бы концепция, которая известна достаточно давно, но при развивающейся опухоли, с одной стороны, этот микробиом, постоянно стимулируя макрофаги, ассоциированные с опухолью, и в целом иммунные клетки, ассоциированные с опухолью, способен привести к развитию толерантного фенотипа и неспособности этих клеток опухолевой стромы уничтожать опухолевые клетки. И с другой стороны, стимулируя макрофаги в направлении М1, может приводить к отбору более злокачественных опухолевых клеток, устойчивых к цитотоксической активности макрофагов. Хочу поблагодарить команду, которая занималась этой работой, и те гранты РФФ и РНФ, которые все это финансировали. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ РФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ